добрый день всем сегодня к нашему обзору попала сушка мили 7331 я сегодня вкратце расскажу как ее разобрать я уже правда частично и разобрал но расскажу как это происходит если например нам нужно добраться до табло например здесь мы видим что попало небольшое количество влаги вот нам затекло нам нужно добраться до платы вот этой вот которая идет вот с этой стороны первое что нам нужно будет сделать это снять вот эту вот ручку она просто вынимается это просто вытягиваете на себя здесь ничего сложного нет после этого вам нужно будет открутить планку вот такая вот она железная планка вот она держится на двух винтах вот в этом месте и вот в этом также отключать отключить все крепления люка здесь были вот такие вот вот такой вот был крепеж вот он он откручивается и полностью снимается весь люк вот люк у нас выкручивается сейчас я покажу вот таких вот на саморезах здесь полноторах 30 наверно или может быть 35 точно не знаю в любом случае вы это все снимаете сам люк держится он поднимается вверх когда вы все открутите вот ламели на которых он находится вот они сейчас вот вот они покажу я теломеры и вся и все табло снимается после того чтобы табло открутить оно держится сейчас я покажу на вот таких вот винтах вот они вот 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 раз два три и четыре также винт еще находится один посередине до него немножко сложновато добраться но тем не менее можно открутить сама плата сама плата у нас находится на защелках вот раз два три и с той стороны тоже самое поскольку я уже плату разобрал они отщелкиваются средняя часть она будет сложноваться отщелкивается из-за того что вот здесь есть контактная группа вот она между собой они соединены то есть в этой части поэтому не бойтесь аккуратненько вам нужно будет ее поддеть и она отщелкнется вот чтобы добраться до той платы вот наши винты раз и вот здесь два они откручиваются мы получаем доступ к той плате открутили винты кстати ручка милевская это нормально для мили они сделали вообще на подшипники чтобы она никогда в жизни не сломалась вот у нас основная плата чтобы потом не перепутать здесь есть значок ап это вверху и вот она мне просто неудобно одной рукой снимать и второй рукой поднимать все вот мы добрались до нашей платы вот она здесь немножко потертая вот мы вытащили всю электронную часть она конечно вряд ли вообще когда-то может лететь но окиси или вода сюда могут попадать извините за задний вид поэтому я делаю это у себя во дворе под навесом сейчас идет дождь поэтому пришлось сушку замести в частности добрались до платы если камера позволяет в одессе внизу вот видно что были небольшие окиси то есть влага со временем могут сюда попасть на эту плату и кнопки могут заклинить кнопки здесь подходят обыкновенно но если вы добрались у вас кнопки с собой нет в крайнем случае можно перерезать дорожки перекрыть переделать кнопки на другие функциональные которые в принципе могут не использоваться такое бывает редко но лучше конечно кнопку перепаять такое бывает среднем после 10 лет активной эксплуатации когда машинки уже очень долго работают нажимаются одни и те же кнопки выбора старт или что-нибудь еще то тогда эта кнопка конечно со временем летит можем ее собирать кому интересно копаться дальше расскажу что прямо вот за этим местом вот в этом вот месте находится ролик вот такой вот под двести третий подшипник с этой стороны находится один и здесь только находится еще один они со временем начинают гудеть можно в принципе заказать оригинальные вот например его номер оригинальный можете просто заказать вот говоря похоже ролик по двести третий подшипник что в принципе вам обойдется гораздо дешевле снимается крышка вот она вот финты вот 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 там ну и то же самое с обратной стороны я это делать не буду поскольку у меня претензий к сушке нету по работе слушать она хорошо поэтому ролики мы менять не будем вот я обратно ее поставил сейчас я вам покажу как она действительно открывается видите вот здесь просто я провода уже на место поставил но она вот так вот все наклоняется после этого когда вы хотите закрыть она все и она оделась все очень просто последняя вот эта панелька которая заскочит туда она там все закроет но сейчас нужно еще будет закрутить люк и поставить все кнопки все все кнопки работают сейчас будем собирать люк кстати извините я ошибся там у нас идет из болтов торекс 27 немножко неудобно и снимать и закрепить все осталось только еще вот эти закрепить магнитные панели и там еще вылечит пару винтиков небольшой экскурс по верхней части платье управления типичная для мили с батарейкой и в последних версиях с карточки памяти там небольшой размер там около по-моему до 256 килобайт но тем не менее не оставляют 2 мегабайтовую карточку памяти реле которые управляют моторами и реле вот они трехфазные идут что у нас сзади датчик перегрева тенов температурный механический датчик разъединения сейчас видите включу подсветку механический датчик разъединения тенов температурный датчик при составе избыточного давления типичные тены которые у нас тут для мили они идут трехфазные мощностью есть я не ошибаюсь четыре с половиной киловатта каждый то есть по полторы кило по полтора киловатта спирали мотор включения и рециркуляции воздуха двигатель управления самой сушкой и двигать его не сушкой барабана и сам двигатель вентиляции который подает воздух либо вот сюда либо засасывает его оттуда вот это дроссельная заслонка ее можно видно вот она двигается она включает систему рециркуляции для экономии электроэнергии в принципе все ну забор воздуха естественно идет отсюда выброс идет вот вот это вот труба основная сюда вставляется и идет на сушку на выход уже на улицу на внешнюю вентиляцию в принципе наверное все ну и наконец самое главное посмотреть меню вот она включилась нашими что у нас здесь есть профессиональная супервизор здесь нужен будет пароль language english испанский французский итальянский нидерланды португалия шведы и сейчас да датский немецкий английский ставим английский возвращаемся в предыдущую меня так какие у нас здесь есть программы смотрите катон супер сухое просто сухое третья программа ну тут видите варианты влажности 20 25 процентов 40 процентов потом минимальная глазка есть улын сейчас это у нас шерсть пять минут деликатные ткани потом для типично для всех мили вообще как бы сушек это 15 минут обдув холодным воздухом и ой 20 минут обдув горячим воздухом не знаю что это супер сухое катонных стран это видны дополнительные программы которые настраиваются ну и в общем то все можем запустить нахмир там сейчас обдув сухим воздухом до горячим воздухом 20 минут если мы нажимаем кнопку не старта выбора меню мы можем выбрать количество килограмм смотрите я нажимаю старт и здесь можно выставить количество килограмм которые я буду сушить например там 10 а также максимально время смотрите время 20 минут я могу выставить здесь 22 на этом 24 минуты потом максимальная температура при которой она будет греться 78 но начиная от 30 заканчивая 80 на этом какой-то градус и смотрите последний вариант который здесь а здесь нельзя время охлаждения вот до 50 градусов чтобы вы не обойтись этим бельем она вам последние минуты по сходе белье нажимаем старт 24 минуты двигатель запустился она также пишет время когда она закончится 16 41 звуки были включили стены вы можете также нажать еще кнопку информация и здесь дата время когда запустили время после запуска времени осталось и время окончательно время окончательно 16 со 41 минуты сейчас у нас 16 что в 17 минут все но здесь циклы сейчас она показывает что температура окружающего воздуха порядка 12 градусов в любой момент программа можно прекратить все программ стоп финиш открываем люк она вернулась своим позициям можем поставить на этом катон опять же на этом 20 процентов нажимаем еще раз видите например загрузка не 13 килограмм можем поставить здесь вообще вон 5 килограмм можно поставить отсрочку старта но это необязательно и нажимаем старт все машинка запустилась все вот они реле тена запустились она сначала обдувает немножко холодный воздух а потом запускает реле тенов проверяя что действительно циркуляция есть и все хорошо еще раз можем нажать на информацию и посмотреть что например максимальная температура будет 80 градусов а входящая сейчас на улице 20 градусов все всем спасибо если это видео вам хоть немножко помогло поставьте палец вверх благодарите автора если у вас будут какие то вопросы вы можете писать их в комментариях если это не будет сильно большим секретом то я с удовольствием